У Елены большая семья, двое детей и 20 котов. Жили дружно в небольшой двушке, но полгода назад тихое семейное счастье нарушили сотрудники опеки и участковой. Пришли с проверкой. Помимо кошек нашли в квартире другую живность. Мух, пауков, тараканов, повсюду грязь, плесень и неприятный едкий запах. Младший мальчик, он спрятался под одеялом, залез в простынь и прятался там. Уговорами мы пытались, чтобы он, конечно, вылез из-под одеяла, но он боялся очень людей. На вопрос, почему дети в таком состоянии, мама ответила, что они болеют. У мальчиков 12-летнего Гриша и 6-летнего Стаса грипп, высокая температура и сильный кашель. Я, как мать, я против госпитализации детей. То есть у меня показалось, что есть все медикаменты, которыми ОРВИ вылечу. Вы должны были вызвать врача. Зачем? Что врач мне скажет такого, чтобы я не знала? Сотрудники опеки вынуждены были забрать детей. Сначала в больницу, позже старшего отправили в реабилитационный центр. Младшего в летний лагерь. Суд постановил временно ограничить родительские права Елены. Мне кажется так, что просто наши дети кому-то приглянулись. И, ну, не знаю, сейчас, знаете, вот этим патронатным семьям за усыновление детей дают очень большое пособие, различные льготы там, улучшают жилищные условия. Видеться с сыновьями матери не запрещали. Приезжать к ним она имеет право хоть каждый день. Мама ни разу не посетила мальчиков, то есть ни в санаторий, ни в центре. Приходила только бабушка. Более того, мама пропадала на неопределенный срок. А бабушка подавала ее в розыск спустя месяц. Детей могут вернуть, если жилищные условия будут соответствовать нормам. Ремонт в квартире вроде бы начался, но внутрь Елена никого не пускает. Давайте, может быть, мы зайдем на пять минут. Вот мы сейчас бежим. Не получается. Просто у меня не получается. Мне просто бежать надо. Мы рассчитывали совсем на другое время. Несколько благотворительных фондов предложили помочь с ремонтом. Нашлись и желающие забрать котов. Они уверены, содержать животных в таких условиях слишком жестоко.